Утро яркого цвета. Вооружившись букетом цветов, ученики нынешние и бывшие идут поздравлять с профессиональным праздником дорогих учителей. Ирина Михайловна, поздравляем вас с Днём Учителя. Всего вам самого доброго и светлого. Спасибо большое, спасибо, моя хорошая. Какие чудесные цветы, осенние цветы, прекрасно. Ирина Вайвер ведёт музыку в 10-й школе. Её путь в образовательной системе начался 18 лет назад. До этого она работала в сфере культуры. После окончания консерватории трудилась сначала в музыкальном колледже, затем в школе, а после в педагогическом институте. Переехав в город Видное, решила вновь посвятить себя детям. Учитель хороший, мне она нравится, хорошие оценки. Добрая, хорошая, замечательная, она хорошо ведёт уроки. За её плечами не один музыкальный конкурс. Ирина Михайловна вырастила несколько профессиональных музыкантов, которые завоёвывают престижные награды. В День учителя благодарные ученики спешат поздравить своего наставника с праздником. Поздравляю с днем учителя. Да ты что, что такое замечательное ты мне даришь. Это вот такая вот тетрадочка. Ой, какая красота. Нотная тетрадочка. Да умничка ты моя, музыкантша. Это у меня девочка, которая получила первое место в Олимпиаде по музыке в прошлом году. Я её в этом году опять буду готовить, да? Она любит дарить детям радости, видеть на их лицах улыбки. Занятия проходят непринуждённо. И в этом нет ничего удивительного. Ведь предмет у Ирины Михайловны творческий. О профессии учителя рассуждают философские. Понимают, что время уже не то. Всё меняется, в том числе и образование. Сегодняшний учитель – это человек, который умеет сам общаться, жить в этом мире. И надо научить этому наших детей. Надо быть интересным человеком. Надо быть красивым человеком. Надо быть человеком с полётом фантазии и своих замыслов для притворения в жизнь. Потому что без мечты, без надежды просто невозможно жить. Урок то и дело прерывается на поздравления. Школьники несут Ирине Михайловне подарки. Сама она называет этот праздник днём конфет. С удовольствием делится своими подаренными сладостями с учениками и продолжает закладывать в детях любовь к музыке. Мягко, тепло поём. Какая бывает тёплая осень. Какая же должна быть у нас и поперка. Осень, осень, гость. Юлия Погасян, Владимир Бижонов, Ольга Садовская. Видно этого. Ах, нет, нет. Ах, нет, нет.